В Твери продолжается ремонт на дорогах города в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также ведутся работы по строительству моста через реку Тьмака, ремонту Бурашевского путепровода и благоустройству зон отдыха. Глава города Алексей Огоньков провел инспекционную поездку и проверил, как соблюдается график на объектах. Бурашевский путепровод – один из важных объектов городской дорожной инфраструктуры. Эксплуатируется в течение долгого времени, поэтому и назрела необходимость капитального ремонта. Для проведения некоторых работ над железной дорогой требовалась временная остановка движения поездов. Такие окна в расписании нужно было дополнительно согласовывать с РЖД, поэтому сроки проведения работ сдвинулись. Все активизировалось в конце весны. Открыть движение автотранспорта по мосту планируется в конце июля. Он будет вводиться поэтапно, то есть, скорее всего, возобновится с начала движения автомобильное, может быть, по одной из сторон, если это будет нужно. А к сентябрю, может быть, даже к середине августа у нас получится и путепровод, и, соответственно, все прилегающие зоны здесь будут тоже отремонтированы. Кроме дорожного полотна, здесь отремонтируют тротуары, склоны дороги и установят новые опоры освещения. Также глава города Твери в рамках инспекционной поездки проверил, как ведется строительство нового пешеходного моста через Тимако. Со временем он свяжет пешеходную зону набережной Волги и остров памяти и будет гармонично вписан в архитектуру окружающего пространства. Мы видим часовню Михаила Тверского. Архитектурными особенностями данного храма являются арочный характер стен. Такой же арочный характер, мы видим, будет воспроизведен и на опорах моста. То есть, данные два объекта будут гармонировать в архитектурном плане друг с другом. Сейчас производится монтаж двух опор мостового перехода и их бетонирование. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Мост строится. При софинансировании федерального бюджета объект находится на особом контроле у губернатора Тверской области Игоря Рудени. Также с 22 мая на сайте администрации города проходит опрос. Историки и краеведы предложили на выбор несколько названий для будущего пешеходного моста. А вот как он в итоге будет называться, узнаем в преддверии дня города, когда будут подведены итоги голосования. Редактор субтитров А.Семкин